Слава нашему Господу! Братья и сестры, хотел бы начать из книги Исход, прочитать несколько стихов, и потом, чтобы мы порассуждали. Книга Исход, 34 глава. «И сказал Господь Моисею», прямо с первого стиха читаю, 34 глава, книги Исход. «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижели каменные, подобные прежним. Я напишу на них, на всех скрижелях, слова, какие были на прежних скрижелях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и представь предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на горе сей. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижели каменные, подобные прежним, и, став рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижели каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил, Господь, Господь, Бог, человеколюбивый. И малосерный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный. Сохраняющий милость тысячу родов, и прощающий вину, и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, и в детях детей до третьего и четвертого рода. Это история из Ветхого Завета. Моисей, который был с Господом на горе Синай, получил скрижели, который Бог сам своим перстом написал. А до этого сам народ израильский слышал голос Божий, потому что впервые заповеди Божии не были записаны, а их произнес сам Господь. И он сказал те же самые слова. Он сказал, что я милующий Бог, я люблю людей, я до тысячи родов благословляю, и не оставляю без наказания до третьего и четвертого рода. И здесь Моисей вновь встречается с Богом, непосредственно встречается. И вы знаете, что действительно Моисей был особенным человеком. От общения с Богом он светился, потому что действительно он был в присутствии Божьем. И мы здесь видим, что Бог в облаке сошел непосредственно к Моисею, разговаривал с ним лицом к лицу. И сам Бог об этом свидетел, что Моисей, я с ним говорил лицом к лицу. Это раб мой. И знаете, и здесь Бог вновь говорит о том, что он благословляет и проклинает, наказывает и милует. И благословения его длятся на тысячи родов, но наказание или проклятие, которое распространяется до третьего, а в некоторых случаях до четвертого рода. Знаете, может кто-то скажет, что раз это проклятие, это значит Ветхий Завет, это сегодня не актуально. Но здесь Бог являл себя, Бог показывал Моисею, кто он есть. Потому что Моисей просил, покажи мне славу, покажи мне себя. В начале, когда Бог его вообще посылал к израильскому народу, он говорит, я приду и скажу, Бог меня послал. Но тогда было много разных богов, так называемых, идолов. И он говорил, как мне представить тебя, как мне сказать, кто ты? И Бог в данном случае, он сам являет себя, он показывает, кто он есть, он показывает свою сущность, свой характер, что он Бог человеколюбивый, что он Бог милующий, но также он истинный, он справедливый, и он не оставляет без наказания. И знаете, написано, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог не меняется. Поэтому, когда мы говорим о Боге, о его сущности в Новом Завете она не меняется. И хотя в Ветхий Завет там было око за око, кровь за кровь, зуб за зуб, все равно Бог остается милующим. Все равно Бог милующий до тысячи родов. И хотя сегодня время благодати, время милости, Бог наказывает. И самое, о чем я хотел бы сегодня больше, наверное, поговорить, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Знаете, это проклятие, когда наказание, оно не только на одном человеке, но оно распространяется на весь род. Дети и дети детей. И я хотел бы, чтобы мы сегодня почитали в Священном Писании о том, что говорит Священное Писание непосредственно о проклятии. Актуально ли сегодня проклятие? Актуально ли проклятие в жизни верующих людей, народа Божьего? Может ли проклятие действовать? И как оно может быть в жизни людей? Знаете, почему третий и четвертый род? Обычно, и даже здесь написано третий, и в некоторых случаях, как бы, да, четвертый род. Третий род – это тот род, который мы помним. То есть мы можем проследить этот род. То есть я, если третий, третье поколение, да, то есть третий род – это поколение имеется в виду. То есть если я третье поколение, то первое поколение – это моя бабушка с дедушкой. Если я четвертый, то это прабабушка с дедушкой. И в некоторых случаях мы можем даже четвертый, первый с четвертым пересекаются, да, может быть не в полном составе, да, то есть всех своих бабушек, дедушек я видел, и с прабабушкой я видел только две прабабушки. но интересно что относительно прабабушек у меня есть информация как они жили чем они болели от чего они умерли да то есть информация относительно бабушек и дедушек вообще то есть с детства фактически потому что мы с ними общались из первых уст их проблемы их радости их несчастье их жизнь поэтому это легко проследить это проклятие то не то что что-то такое что-то непонятное такое да это это то что можем просто проследить что происходит в жизни нашего рода нашей семьи и потомство мы можем предсказать даже дальнейшее если это будет продолжаться если это проклятие не останавливается знаете мы говорим библейским языком говорим проклятие но когда мы приходим к врачу есть некоторые такие болезни которые врач спрашивает а кто-то болел у вас там мама папа дедушка бабушка и есть такая вещь как наследственные болезни генетические какие-то предрасположенности на и ну как угодно называют люди из науки но люди верующие горят проклятие то есть потому что она передается и за что приходит пока проклятие давайте разберемся в начале и в книге 28 главе второзакония написаны такие слова 28 глава вообще есть несколько различных проклятий есть проклятие от закона человек который не исполняет закон написано или исполняет не полностью то он проклят есть проклятие от людей когда люди проклинают и мы слышали такое и знаете это все не так страшно особенно то что люди говорят написано в притчах незаслуженное проклятие не сбудется человек может проклинать есть от этого не заслужил есть он то есть очень много людей проклинает это не значит что мы ходим их боимся но есть проклятие который исходит от бога который бог сам об этом сказал моисею и в 28 главе книги второзакония с первых стиха прям прочитаю если ты будешь слушать глаза господа бога твоего и тщательно исполнять все заповеди его которые заповедуйте сегодня то господь бог твой поставить себя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения си исполнится на тебе если будешь слушать глаза господа бога твоего и мы видим здесь благословения если мы будем слушать если мы будем исполнять слушать мало сегодня очень много людей знают как надо что нужно но при этом не делают попадают ли они под благословения нет если ты будешь слушать и будешь исполнять и дальше мы читаем в пятнадцатом стихе Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Кто читал 28 главу Второзакония, вы увидите, что благословения даже меньше, чем проклятий. Очень много проклятий. И если вы не знаете, что такое проклятие, прочитайте Второзаконие, 28 главу, с 15 стиха, вы увидите, что значит проклятие. Это проклятие, которое передается из рода в род, и это наказание за то, что человек не исполняет поверение Божие. Опять я хотел бы сказать, потому что я уверен, что те люди, которые, может быть, читают Священное Писание, говорят, в Новом Завете нет проклятия, потому что проклятие связано с законом. Но в данном случае, если мы читаем, здесь написано закон, или исполнять закон ты будешь, или то, что Моисей вам сказал. Здесь написано «Глаза Господа». Если Бог говорил тогда, и человек не слушал, он попадал под проклятие, но если сегодня Бог говорит, и ты не слушаешь, Бог не изменился. Поэтому Бог говорил Моисею, кто он есть. Он явил свое имя, он показал, кто он есть. Если ты не слушаешь глаза Господа, если ты отвергаешь его повеление, если ты отвергаешь Господа, проклятие распространяется. И знаете, проклятие или родовое проклятие, которое из рода в род, легко тоже проследить часто те же самые вещи, которые происходили у бабушек, у дедушек, в нашей жизни могут случаться. Несколько различных таких вот, например, одиночества, разводы, смерти, болезни. Люди, которые, например, весь род умирает от одной и той же болезни. Ты понимаешь, что, например, онкология, и в нашем роду такое было по отца линии. Все умирали, но братья отца моего, например, не видели даже внуков своих. То есть умирали достаточно в молодом возрасте, все умирали от онкологии. Алкоголизм, например, какие-то зависимости, которые передаются. Одиночество. Человек, который, смотришь, бабушка разведена была или рано осталась без мужа. Потом дочка тоже самая. И потом уже и внучки также живут. И можно проследить очень много таких вещей. И какие-то болезни, какие-то несчастья, вот прям одинаковые. Смотришь, прям они повторяют как будто друг друга. И Писание говорит, что это проклятие. Что это проклятие, которым Бог наказывает, которым Бог проклинает. Проклятие, исходящее от Бога. И этот мир, он весь проклят. Весь проклят. И проклятие, оно снимается Христом. И знаете, проклятие и благословение, для тех, опять-таки, кто говорит, что сегодня нет проклятия, сегодня только благословение, это противоположные вещи. То есть благословение или проклятие, они как бы взаимоисключающие друг друга. Например, когда Иаков хотел, вернее, мать Иакова хотела, чтобы Бог благословил Исаак, чтобы благословил Иакова. А Исаак хотел благословить Исаава, потому что ему нравилось то, что Исаав готовит. И когда Ревека сказала, иди, пусть отец благословит тебя, давай вместо, он уже слепой все равно, вместо брата своего пойди. Да, Иаков боялся, он говорит, что он косматый человек, а я отличаюсь, он меня просто ощупает, он поймет, что это не я. И обратиться благословение в проклятие, мы видим, да, то есть это противоположное. И мы сегодня говорим о благословении, если благословение сегодня так же обогащает и печали не приносит, то проклятие, наоборот, приносит печаль, приносит мучение. И если сегодня есть благословение, значит, осталось и проклятие. И знаете, действительно, проклятие остается для многих людей. И проклятие в книге пророка Даниила, я еще раз хотел бы прочитать, что приходило проклятие в израильский даже народ, народ Божий, за то, что они оставляли повеление Божие. И весь народ, это 9 глава книги Даниила, 11 стих. И здесь написано, и весь Израиль приступил закон твой, и отвратился, чтобы не слушать глаза твоего. И что? И за это излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия. Ибо мы согрешили пред Богом. Проклятие и клятва. Вообще, это однокоренные слова, и знаете, это очень такие похожие слова. То есть, когда человек нарушает клятву, он попадает под проклятие. Даже корень одинаковый. И поэтому Иисус говорил, не клянитесь. Он не сказал, что это грех, там что-то, но он просто понимал, что люди настолько часто хотят доказать свою правоту, и часто для этого используют клятву. Клятву. А если ты нарушаешь клятву, ты сразу попадаешь под проклятие. И проклятие, это не просто что-то такое, знаете, ну там, незаслуженное проклятие не сбудется. Если ты попал под проклятие, вот то, что было в твоем роду, то, что было у твоих бабушек, дедушек, то, что останавливается Христом, мы сейчас об этом почитаем. Попав под проклятие, это опять приходит в твою жизнь. Это опять придет в твою жизнь, даже если ты верующий человек. Поэтому Иисус говорит, не клянитесь. Не клянитесь. И клятва, действительно, нарушая клятву, человек попадает под проклятие. Знаете, в Новом Завете мы тоже читаем много мест в Священном Писании, где есть проклятие. Апостол Павел говорил, кто не любит Господа Иисуса Христа, в Каримфе, он говорил, да будет анафема. Греческое слово, да будет отлучен, да будет проклят. То есть, мы видим, как Иисус проклял смоковницу. Как-то мне один человек однажды говорит, что инжир – это святое дерево. Я говорю, Иисус его проклял. Святого дерева нет. И действительно, знаете, Иисус проклял смоковницу, она засохла. Проклятие действует и во время Нового Завета. И знаете, единственное, как останавливается проклятие через Иисуса Христа. И знаете, много проклятий и было в моем роду. И мы можем видеть, я могу видеть в жизни своих бабушек, дедушек, те вещи, которые не проходили. Проходили что-то мои родители после. И что-то доставалось даже мне до того, как я пришел ко Христу. Но знаете, написано, что проклятие заканчивается со Христом. Оно не может просто закончиться. Знаете, человек вот в миру живет под проклятием. Все умирают в молодом возрасте по мужской линии. Там молодо очень умирают. И они ждут, когда это закончится. Не закончится это. Это переходит. И если ты продолжаешь нарушать Слово Божие, это не заканчивается. Проклятие заканчивается только со Христом. В книге, в послании Галатам, 3 глава, 13 стих. Галатам, 3 глава, 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую. Ибо написано, проклятсяк, висящий на дереве. И здесь мы опять видим, что Иисус стал за нас клятвую. Стал за нас клятвую. И проклятие взял на себя. Но здесь не случайно, что помимо того, что с Иисусом заканчивается проклятие, он еще стал клятвой. Нарушая которую, человек опять попадает под проклятие. Сегодня люди говорят, что если верующий человек, может ли он быть под проклятием? Конечно, да. Иисус стал. Он взял наше проклятие. Он остановил наше проклятие. Я верю, что сегодня те болезни, которые были у моих бабушек, дедушек, возможно, даже у родителей, они не будут у меня. Что я не буду умирать так, как умирали мои дяди, не видя своих внуков. Я верю, что Иисус взял эти проклятия. И сегодня мы перешли от проклятия к благословению. Благословению Авраама, которое распространяется на все. Почитайте в 28 главу второзакония, с 1 стиха до 15. Посмотрите, как Бог благословляет. Как Бог благословляет. Но знаете, Иисус стал клятвой. Если ты приступаешь к эту клятву, если ты приступаешь к эту клятву, и проклятие опять приходит. Знаете, клятва, иногда, возможно, мы и не говорим, клянусь. Но Иисус так сказал, и мы не говорим. Но в любом случае есть определенные вещи, например, завет с Богом. Это клятва. Это клятва. Что такое клятва? Торжественное обещание. Как люди клялись в древности? Вы видели такую клятву? Там руки режут, например, кровь, и друг другу. И они клянутся, и это завет еще при том, что кровный. То есть, если человек нарушает клятву, люди, поколение следующее, по крови, то есть род грядущий, может мстить и может потребовать. То есть, наказание продолжается по роду, если ты нарушаешь клятву. Я хотел бы прочитать одну клятву, о которой клялся сам Иаков. С Лаваном. Это патриарх. В книге Бытие, 31 глава. Смотрите. «И сказал Лаван Иакову, «Вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм – свидетель, и этот памятник – свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм, и за этот памятник для зла. Бог Аврамов и Бог Нахоров да рассудит между нами, Бог отца их. Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. И заколол Иаков жертву на горе и позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб и ночевали на горе». И мы видим, что в клятве проливалась кровь жертвы. И очень часто, когда люди давали какие-то обещания клятвы, в дальнейшем, когда уже был жертвенник, когда был храм, они резали животное. То есть клятва скреплялась кровью. Вот этот договор или завет, он скреплялся кровью. Нужны были свидетели, которые участвовали. И мы здесь видим, здесь даже помимо людей еще ставили холм какой-то, камень, и это свидетельство завета, свидетельство нашего союза. И кровь становится этой самой клятвой, так скажем, печатью. И если мы нарушим, то придут проклятия. Когда мы говорим, что мы верующие люди, что через Иисуса Христа Бог снимает проклятие. И действительно так. Потому что множество, множество свидетельств я слышал, как люди приходили, все умирают от онкологии, но вот прихожу я, обращаюсь к Господу, Бог снимает. У всех были вот эти болезни, но прихожу я к Господу, и Бог убирает. Тысячи таких свидетельств. Я думаю, что у каждого из нас есть такие свидетельства. У меня есть свидетельства, когда просто семья, например, представьте, что большая семья, много детей, все одинокие. Никто не женат, не замужем, а смотришь, бабушка разведенная, мама разведенная, там уже старшие даже братья и сестры разведенные, все остальные одинокие. И ты думаешь, почему так? Ну проклятие действует. Но вот люди начинают обращаться к Богу, заключают завет с Богом, и сегодня много-много детей, крепкие семьи, Бог останавливает проклятие, потому что Христос стал проклятием за нас. Но знаете, это завет, который мы заключили с Богом, что он берет на себя наши проклятия, дает нам вместо них благословение, он тоже заключен на крови. Поэтому Иисус говорит, это кровь нового завета за многих изливаемых. Знаете, вообще, часто, когда мы говорим завет человека с Богом, апостол Павел, в частности, часто сравнивают его с заветом мужчины и женщины, мужа и жены. Он так и говорит, говорит о взаимоотношениях мужа и жены. Знаете, в идеале, когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину, люди вступают в завет, и бывает тоже кровь, пролитие крови, и это клятва. И это клятва, и это завет. И это скрепляет союз. И когда мы венчаем в церкви, даже люди дают клятву верности, обещания, и это скрепляет союз, дает благословение. Знаете, даже в древности, хотя была заповедь не при любодействии, но если молодые люди вступали в отношения, их не побивали камнями, им дали возможность пожениться, потому что они вступили в завет, завет. И там тоже была кровь завета, и их просто женили, и они женились. Но если человек при любодействии, он нарушал завет, тогда он нарушал клятву, он попадал под проклятие, наказание. И сегодня, когда мы говорим о взаимоотношениях с нашим Господом, которым мы тоже вступили в завет, в завет при жертве, через кровь, и при свидетелях, потому что наш завет это вводное крещение, и мы, когда крестим, не бывает так, что кто-то пришел, крестил кого-то там в тишине, в тайне. Это бывает при свидетелях обязательно. Люди, которые также являются свидетелями, да, также есть кровь завета, кровь Иисуса Христа, которая пролилась за верующих людей, да, и мы вступаем в завет с нашим Господом. И через это, через это проклятие в нашей жизни, оно останавливается, оно больше не действует. Мы переходим от проклятия благословения. Что именно такое проклятие, как оно еще может проявляться, как оно может быть, советую вам почитать книжку Деррика Принца «Благословение и проклятие». У нас даже в церкви есть, если кому интересно, можем дать почитать. То есть, как проявляется проклятие в жизни людей? Потому что иногда верующие люди, пренебрегая заветом, да, или нарушая завет, они попадают под проклятие и даже не знают, что они живут в проклятии. Или же наоборот, иногда неверующие люди даже, которые не знают Христа, но видят, что происходит в их жизни, и они уже обреченно понимают, что это неизбежно и не знают выхода. Мы можем им помочь, потому что Христос взял все наши проклятия на крест. Он дает нам новую жизнь. Поэтому очень важно, очень важно хранить завет. Будет это супружеский завет, да, то есть, это тоже завет, и мы должны хранить, потому что тоже клятва, обещание, и через нарушение может прийти проклятие. Но самое главное, конечно, то, что мы заключили завет с Богом. И знаете, как же тогда, если человек заключил завет с Богом, он может отступить? Как он может попасть под проклятие? Отступить от Бога. Потому что, когда ты нарушаешь клятву, мы даем обещание. Знаете, не всегда клятва, это я клянусь. То есть, и это клятва. Мы говорим, что мы обещаем Богу доброй совести. Мы признаем Иисуса Христа, Сыном Божиим. Мы веруем, что Он простил наши грехи, и обещаем Ему служить доброй совести. То есть, торжественное обещание при свидетелях, это и есть клятва. Знаете, когда Иисус проклял смоковницу, в Евангелии от Марка можем прочитать. Я хочу просто обратить на это внимание. 11 глава. Евангелие от Марка, 11 глава. Это 12 и 14 стих. На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал, то есть проголодался, и увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но придя к ней ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Знаете, в 21 стихе мы можем прочитать даже в 20 стихе. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковица засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Хотя Иисус не сказал, проклинаю тебя или анафема, то есть как бы слова, которые он сказал, они имели действие. Поэтому, когда мы говорим, благословляйте друг друга, мы благословляем, эти слова имеют действие. Поэтому Писание говорит, не проклинайте, а благословляйте, потому что наши слова будут строить или разрушать. Поэтому, когда мы даем обещание, может быть, я не говорил, клянусь, но если я вступил в завет с Богом, и мы объясняем это всем, что на тебе ответственность, это не просто, что ты сегодня становишься членом церкви, ты можешь принимать вечерю. Проклятие твое забрал Христос, и он становится клятвой. И ты даешь торжественное обещание, при свидетелях ты вступаешь в завет с Богом, и кровь Иисуса Христа, она пролилась за тебя. Бог забирает все твое проклятие, все болезни твоих предков, ничто не перейдет к тебе, никакая язва египетская не прилипнет к тебе. Может быть, что-то было у твоих родителей, может, это не болезни, может быть, какие-то другие вещи, может быть, кто-то, не знаю, всю жизнь не имел своего жилья, постоянно скитался, и ты думаешь, что ты будешь жить так же. Недавно я получил такое, Бог говорит, благословенный Господом наследует землю. Значит, благословения придут, и проклятие остановится. Может быть, болели все, эта болезнь остановится, потому что Бог забирает проклятие, дает благословение. Может быть, все были одинокими, ты не будешь одиноким. Не будешь одиноким, так говорит Священное Писание. Бог говорит, я благословлю и благословлю и твое потомство благословлю. Поэтому от нас сегодня зависит не только наша жизнь, жизнь нашего потомства. Поэтому сегодня очень важно, очень важно понимать, братья и сестры, сегодня у нас вечеря, мы будем вспоминать страдания Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили, что мы давали обещание Богу, что сегодня от нас во многом зависит, будем ли мы в благословении или в проклятии, будем ли мы слышать голос Господа и исполнять его. Потому что кровь, она является свидетелем. И знаете, я хотел бы прочитать еще одно место Священного Писания евреям, 12 глава. 12 глава, 22 стиха. «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех, Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета и Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Здесь апостол Павел говорит о крови Авеля, праведник, которого убил его брат. И написано, что земля приняла эту кровь, и земля проклята, и человек проклят от земли, потому что кровь Авеля вопиет о суде, о воздаянии за грехи. И кровь Авелева, она вопияла, и кровь не только Авеля, но и праведников, всех людей написано вопиало, поэтому был и потоп, поэтому были наказания, поэтому были многие страшные казни в Ветхом Завете, которые мы читаем. Но сегодня Писание говорит, что кровь Иисуса Христа, она говорит, и говорит громче крови Авеля. А кровь Иисуса Христа говорит, помилуй, ибо не знают, что творят. Простим грехи их, ибо не знают, что творят. И сегодня действительно кровь Иисуса Христа вопиет о прощении. И когда мы сегодня приходим, к богу и возможно мы не всегда все можем исправить исполнить но мы как прочитали чтобы мы старались потому что если мы не стараемся и живем как попало мы пренебрегаем кровью завета мы пренебрегаем и мы нарушаем эту клятву которую мы давали господу поэтому это очень важно чтобы действительно мы находились завете с богом были верными этому завету потому что за неверность приходит проклятие приходит проклять и даже в жизнь верующих людей потому что люди которые отступают от бога они открывают дверь для проклятья хотел бы прочитать еще один стих последний из иеремии 17 глава книга пророка иеремии 17 глава 5 стих так говорит господь проклят человек который надеется на человека и плоть делает свою опору и которого сердце удаляется от бога есть много вещей за что приходит проклятие когда человек надеется на человека здесь со смоковницы мы видим бесплодие проклятие всегда считалось в израиле но также сердце когда человека удаляется от господа когда сердце человека уходит от бога знаете заметил такую вещь из-за того что проклятье это то что мы можем просто проследить на там несколько родов которых мы можем достать или помнить проклятие которое было в роду человека она заканчивается со христом но когда человек отступает от христа то же самое проклятие то же самое проклятие оно возвращается в жизнь человека. Если человек страдал, если его род страдал от наркотической, алкогольной зависимости с Христом, это заканчивается. Но если человек отступает от Христа, он попадает в то же самое, но уже прям вот до смерти просто. То есть это с такой силой приходит это проклятие. Оно приходит еще хуже, чем было до Христа. Поэтому Писание говорит, лучше не познать путь истины, чем возвратиться от преданной нам заповеди. Поэтому, братья и сестры, сегодня на нас ответственность. Сегодня большое благословение, что проклятие закончилось. Закончилось, потому что Христос умер за нас. Потому что Он заплатил, Он пролил свою святую кровь. Он взял все наши проклятия на крест. И на нас проклятие заканчивается. И как важно, чтобы мы донесли это нашим детям. Бог так и говорил, научите. И прискорбно иногда мы пытаемся дать, и многие верующие люди пытаются дать все своим детям. Но не пытаются их оградить от проклятия. Они, возможно, могут хорошо зарабатывать, получить хорошее образование, иметь все. Но проклятие будет действовать в их жизни. Самое главное, что им нужно, им нужен Христос. Потому что с Христом приходят благословения. Благословения, которые распространены на все сферы жизни. На все сферы жизни. У них будет и нормальная работа, и финансы, и жилье. Все Бог устроит. Потому что благословение обогащает и печали с собой не приносит. И это очень важно. Слава нашему Господу. Братья и сестры, давайте мы сейчас поднимемся. Поблагодарим Господа за то, что через Иисуса Христа то проклятие, которое было у наших прабабушек, бабушек, отцов, матерей, Бог это забрал. Бог дает нам сегодня благословение вместо проклятия. Знаете, в Ветхом Завете в Священном Писании написано, что благословение или проклятие, жизнь или смерть, я дал тебе, а ты выбирай. От нас сегодня зависит, что мы выберем. Что ты будешь выбирать? Благословение или проклятие? Выбор за тобой. Господь, слава тебе и хвала. Боже, мы благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя, что через жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте, который стал клятвой за нас, Господь, Он, Господь, понес все проклятие на себе, Господь. И все наше проклятие, которое было, Господь, на нашем роду, Господь, ты забрал, Господь. Ты дал нам новую жизнь. Жизнь благословений, Господь. Мы благодарим тебя за цветую кровь твою, Господь, которую ты омыл, Господь, нас. И эта кровь, Господь, она выпьет, Господь, и сейчас, Господь, выпьет о прощении, Господь. Не о наказании, а о прощении, Господь. Слава тебе и хвала, Боже. Благодарю тебя, Иисус. И на Голгофском кресте, когда умирал, Господь, когда твоя кровь проливалась, ты сказал, прости им, Божий, прости им, Божий. Господи, я благодарю Тебя, Господь, что до сих пор, Господь, это ходатай Нового Завета, Иисус Христос, Сын Божий, Он ходатайствует, прости им, Божий. Отец, слава Тебе и хвала, я благодарю Тебя за то, что прощены наши грехи, Господь, что проклятие закончилось, Господи. Прости, Господь, если мы не всегда понимаем, Господь, всю важность, Господь, этого Завета, Господь, нашего Завета с Тобой, Господь, который был заключен, Господь, на крови, Господь, крови Нового Завета, Божий. Я прошу Тебя, Господь, благослови сейчас каждого, Господь. Если, Господь, в жизни кого-то еще действует проклятие, Боже, я прошу Тебя, останови, разрушь, пусть они отдадут Тебе всю свою жизнь, пусть они смирятся пред Тобой, пусть они покаются в своих грехах, примут Тебя как Господа и Спасителя, Господь. Пусть они отдадут все проклятия, Господь, тебе на крест, Господи, и пусть получат, Господь, благословение и жизнь вечную. Мы поразглашаем Твою победу, Твою победу в церкви Твоей, Господь, в доме Твоем. Слава Тебе и хвала. Благодарим Тебя, славим Тебя, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.